Проблемы биохимии, определение химических веществ в тяжелых металлов, в растительном сырье, демонстрации того, как происходит мониторинг окружающей среды, как оценивается качество продуктов на биохимическом уровне. В Самарском университете прошел день открытых дверей, приуроченный ко Дню науки. На Дне науки в Самарском университете свои экспонаты представили физические, химические и биологические факультеты. Также сюда животных привез Самарский зоопарк, в том числе и бородатую агаму. Вместе с бородатой агамой гости университета встречали коза, петух, питон и шипящие тараканы. Шипящий таракан, каким будет мой год? Хорошим, очень хорошим. Мне зарплату хорошую будут платить? Выставки, которые весь день работали в Самарском университете, организовали студенты. На них можно было увидеть чучело и скелеты животных, растительные ресурсы Самарской области, попробовать настой из лечебных трав, растущих на территории региона, измерить давление и сатурацию в краи. Студенты физики помогли гостям разобрать радиоволны и создать микросхемы. Также весь день работал лекторий. Можно было послушать лекцию о летучих мышах. У нас сегодня много школьников. Это очень здорово, потому что школьники, каждый нашел для себя что-то свое. Кому-то интересны бабочки, кому-то интересны млекопитающие, а кому-то интересна экология, ботаника. К нам в гости приехал ботанический сад, чему мы очень рады. Они представляют выставку по семенам и всходы. Главная цель дня открытых дверей в университете – сориентировать выпускников школ, а также учащихся средних классов в выборе профессии. В средней школе закладывается интерес к будущим профессии. И я буду рада, если это будет интерес к биологии. Потому что биология – это мир вокруг нас, это природа вокруг нас. И мне кажется, не должно быть людей, равнодушного к тому миру, в котором они живут. Первым в дни открытых дверей в университете начал проводить биологический факультет около 10 лет назад. Теперь к нему присоединились и другие факультеты. Увидеть уникальные экспонаты и послушать рассказы студентов можно два раза в год. Осенью здесь проводится День биолога. Виктория Шарая, Константин Головин. События.